Без тех, кто приехал специально, на наше первое обучение, именно вот, межрегиональное в нашем центральном офисе, коллеги, это нужно понимать, это очень важно, поэтому респект всем, кто специально приехал, вот, потому что, конечно, наш центральный офис, это наш дом, его нужно обогревать, его нужно благоустроить, в нем нужно жить, да, налаживать работу, вот, и я, как слышно, я не стала обогревать, и зовут меня Гайдина Татьяна, я из Волгограда, вот, и моя тема, продукт как инструмент бизнеса, вот, понятно, да, что я о свойствах нашей продукции говорить сейчас не буду, да, вот, отвлечемся от, вообще, от этого момента, завтра будет лекция нашей Любови Засориной, и мы там все вот, что куда прикладываете, как капать, это мы завтра будем с вами разбирать, вот, а сегодня мы посмотрим на наш продукт, как предприниматели, как предприниматели, значит, смотрите, хотя все есть в нашей копилке, вот, я нельзя сказала о нашем центральном офисе, вообще, в любом офисе, в любом городе, это чрезвычайно важный инструмент нашего бизнеса, согласны со мной? Ну, согласны? Значит, мероприятие компании, инструмент нашего бизнеса? Вот это нужно очень хорошо понимать тоже, да? Теперь смотрите, в чем бывает затык самый большой, который, в общем-то, ну, очень здорово тормозит. Следующая ситуация, следующая ситуация, вот, есть, как я сказала, продукт, инструмент, да, вот, у каждого, у каждой профессии есть свои инструменты, вот, замечательный хирург, ну, допустим, у него нет скальпеля, да, а там какой-то топор, он, конечно, по-моему, что-нибудь там сделает, да, ну, в общем, как-то, да, как хорошо наточенным, а еще электронным скальпелем, например, да, хороший, замечательный музыкант, скрипач, например, да, вот я в Барбалисии в том числе и музыкант, поэтому для меня это близко, допустим, скрипка из просто магазина или скрипка спортивай, да, тоже совершенно разное будет впечатление, вот, и теперь представим, вот мы, так сказать, потребители музыки, да, потребители вот чего-то, да, вот мы смотрим на эту скрипку. Ну, мы, конечно, в интерьере ее можем поставить, да, и любоваться к ней, какая она красивая, понимая, какая она ценная, вот, но все-таки, что нам хочется получить от этой скрипки? Хорошо, звуки мы услышали, что еще? Многие мы услышали, что еще? Эмоции, эмоции мы получили, что еще? Удовольствие, удовольствие и ассоциации, да, о хорошей музыке мы говорим, что она нас погружает и переносит вот в какие-то такие наши воспоминания, и, конечно, это чаще всего хорошие, да, вот такие вещи, и за это мы любим, вот, ну, природу, потому что именно такие музыку хорошую, какие-то вот встречи даже, именно вот за то, что мы в себя потом вот вкладывается, да, вот это все, что накапливается. Поэтому, смотрите, какая ситуация, вот, с нашим, вообще, с продуктом. Вот есть человек, да, вот есть человек, и вот есть продукт, ну, так нарисую, вот, как бы, условно, да, наш флакончик. Ну, вот я даже для вас, с собой, я тут могу сказать, вот эти, а вот. Ну, вот, условно говоря, вот этот флакончик. Вот смотрите, что вот человек на него смотрит, о чем я сказала, да, а за этим стоят идеальное зрение, но даже не само зрение, а ясность видеть, краски жизни, яркость, яркость впечатлений, вот, вот этот вот момент, да, вот он, можно написать, стопроцентное зрение, стопроцентная печень, хорошее ощущение, хорошие глаза. Ну, смотрите, человек либо, вот, и нам, предприниматели, либо он, мы зациклились вот на этом флаконе, да, и дальше вот не проходит. И мы можем сколько угодно рассказывать, сказать, смотрите, какая здесь технология, смотрите, кому нужна пластмасса, да, кому нужна вот эта этикетка. Она нужна нам как аргументация, потому что здесь о, о, фарм, да, тут все, о, выполнено, но это маленький фрагмент. На самом деле, когда мы работаем через продукт, нам нужно выходить вот на это. Я очень хочу, чтобы вы вот эту картинку запомнили, да, чтобы через продукт мы показывали вот эти вещи. То есть продукт на самом деле для человека, он есть, он присутствует, но он не загораживает вот те, ту пользу, ну, по сути дела, я сейчас говорю, что человек получает. Понятно, да? Само здоровье – это одна история. Возможность снова заниматься спортом, как в 18-ти лет, да? Хорошо запоминает память, там теряется, да, вот у нас, говорит, пей, там, вот память. Ты будешь снова будешь читать там стихи и так далее. Вот этот проброс понятен? Понятен. Запомнили? Запомнили. Записали. И записали. Теперь смотрите. Вот на самом деле, вот этот ведущий оратор, Татьяна, она сказала о том, что, и мы дальше будем говорить, что у нас есть вот личная программа, первичная программа для здоровья, которую мы приобретаем. То есть регистрация ноль, да, получаем кабинет, получаем электронные все вот эти вот обслуживания, вот, бухгалтерское обслуживание, между прочим, мы сразу, да, компания нам дает бизнес, пожалуйста, строить. Вот. А мы приобретаем стартовый набор здоровья, первичного и личного здоровья. И у нас это два варианта, да, программа личная на 4 800 или на 14 400. Понятно, что тот человек, который, в общем-то, серьезно относится к своему здоровью, понимает, через наше вот это восприятие, мы говорим о том, как он восстановится, он, да, мы ему доносим, что 14 400, это на самом деле вот тот первичный склад вот в это все. Понятно, да? Вот. И таким образом мы задерживаем уже максимальный ресурс возможностей в нашей компании. Вот. Дальше пошло ежемесячная акция 6500. Поднимите, пожалуйста, кто в зале использует эту акцию компаний. Лидерский состав. Решпект. Конечно. Теперь скажите, как предприниматели, какой процент ваших команд, процентовка используется внутри ваших команд. Посчитали? Посчитайте, посчитайте, потому что это самый главный наш предпринимательский. Что нам дает эта акция? Давайте перечислить, пожалуйста. Что дает? 90% инфекции. Балок. Товарооборот. Товарооборот. Устойчивость товарооборота, да? То есть мы уже знаем, если человек зашел на эту акцию, здорово помогает нам эта акция. Да. Она просто застабилизировала наш бизнес, правильно, да? Да. Вот. Теперь это очень важный наш инструмент, и мы, соответственно, должны каждому человеку рассказать, что потом, для того, чтобы вот задел он сделал на эту сумму, дальше на 6500 ежемесячно с возвратом, с кэшбэком он получает, и таким образом у нас идет уже этот человек зафиксирован. Скажите, пожалуйста, давайте поделимся друг с другом опытом, что вы делаете для ваших клиентов дополнительно в офисах? Ну-ка, давайте опытом. Ну, какие-то мероприятия, чайфития. Отдельно вот для этой категории граждан. Ну, давайте, давайте уже наше совместное работа. А? День клиента. Ну, вот на день клиента, я почему говорю, смотрите, вот нам же нужно продвигать вот тех людей, которые на самом деле, вот, но они особенные, да? Они для нас, для нашей компании, они вообще постоянные клиенты. 6500 – это вообще постоянные клиенты, причем посмотрите, как красиво сделано. То есть это не обязательно закупка, а по желанию, да? И плюс еще каждые три месяца шикарный там подарок, подарок на всю семью и так далее. Вот, смотрите, мы можем делать вот с теми, с этой группой людей отдельно, какие-то, да, бизнес-ланчи, какие-то лотереи, какие-то вот мероприятия. Я очень советую. Почему? Потому что нам нужно это снова афишировать, да, для того, чтобы остальные присоединялись. И чтобы вот этот поток людей, который заходил на акцию 6500, он был больше, чем тот, который выходил. Ну, минус, да? Выходил. Тогда у нас будет наращивание товарооборота. То есть, по сути дела, задача, пишем себе, задача, чтобы тот, любой клиент, кто к нам пришел, он встал на акцию 6500. Ну, давайте всей компанией поставим себе эту задачу. Дальше. Какие у нас еще есть, конечно, шикарные вещи? Это периодические акции компании Натальи, да? Такие эксклюзивчики на пять, на три дня. Чем они хороши? Ну, то, что есть возможность там, так сказать, для себя приобрести это понятно и получить там исполнительный крем там или флакончик. И самое главное, что это дополнительный информационный повод обзвонить всех клиентов. Всех, абсолютно всех. Вот пишите себе, да? То есть на каждую акцию, даже если человек сказал, я покупать не буду, мы говорим так. Ты знаешь, ну, ты являешься, да? Ты в нашей вот системе кэшбэка, и ты просто обязан, я тебе обязана просто сказать, да? Люди тогда с пониманием относятся. Это моя обязанность тебе сообщить. Все. То есть снова мы снова за людей главное не решаем. Мы всем это сообщаем. Все. И пусть они дальше знают. И когда мы начинаем периодически обзванивать или смс-предспросом, или там, ну, в общем, донести до каждого вот эту информацию. А так у нас, так как акции периодически такие возникают, да, то мы, люди привыкают о том, что мы, они в поле нашего влияния и нашего зрения. Я вас уверяю, что главное, что это говорить деликатно, вот, грамотно, профессионально, ненавязчиво, да? И таким образом снова, рано или поздно, оно обязательно выстрелит. Он обязательно вернует. Почему? Вот важно уже добросовестно проводить, это называется послепродажное обслуживание, да? То есть у нас есть два, три стадии. У нас есть, ну, предпродажа, да, сделка и послепродажное обслуживание, послепродажное после. Вот это очень важно, послепродажное. Ну, во-первых, продажи, мы обязаны минимально три звонка, как комплектанты, сделать. Минимально. То есть вот человек приобрел, в этот же день, вечером, нам нужно сразу же позвонить или научить наши группы, да, чтобы они отзвонились и снова с человеком переговорили. Почему это важно? Есть такое понятие «послепокупный синдром», да? То есть когда человек начинает, правильно он сделал, неправильно, тут он домой принес, 14-400 затратил, ему дома вот так вот стали говорить, да, соседи стали говорить, по-друге стали говорить. Человеку нужно снова поделиться своей верой и свою верность, да, и подтвердить, что он сделал правильную покупку. Вспомните, мы купили платье, мы знаем, что оно хорошо, но нам нужно, чтобы нам еще кто-то что-то похвалил, правильно? Вот, это один момент. Потом, когда мы даем первичную информацию во время сделки, ну, да, покупки, ну, человек одно ухо влетело, вылетело, пять процентов он услышал, все, нужно задать вопросы. Еще раз, как наливать, сколько капли, это уже такой момент, да, это, вот эти звонки, это тоже наш инструмент. Инструмент поддерживать контакт. И для того, чтобы человека не напугать, потому что все-таки сейчас вот информационно так все загружены, вот, я всегда говорю, да, когда приобрели, вы поймите, часть моей работы, я минимум три звонка вам сделаю, да, то есть, когда вот сразу же, ну, на следующий день или на следующее утро, лучше же в этот вечер, потом, через две недели, то есть человек уже что-то прочитал, он вам не ждет, что он вам позволит, не надо этого ждать, это наша задача, и через месяц, там, через полтора, то есть вот эти вещи, а потом же у нас еще акции, да, все, и таким образом мы уже вот эти минимальные наши, не нужно западать на два часа разговора, да, деловая коммуникация, сразу мы делаем себе, ну, скриптель, там, планчик, все. Тогда следующий момент, теперь уже для стабилизации уже и поддержания наших квалификаций, какая у нас еще есть замечательный наш инструмент, тоже связан с продукцией, ну-ка, для директоров, какая у нас конкретная рождение? Лотерея для директоров, шикарная вещь, все ваши бывшие, нынешние, будущие директора в этом знают, пометьте себе, кто еще не знает, недооценивает, такие вещи, да, это нужно тоже об этом рассказывать, это шикарный инструмент тоже на базе нашей продукции. Дальше, скажите, пожалуйста, вот давайте сейчас просто составим список вместе, я думаю, что в разных гостях, в разных городах у нас есть, но у нас сегодня коллективная работа, да, наша задача сейчас максимально уже сконцентрировать опыт наработанный, скажите, пожалуйста, ну вот всем ясно, что нужно продавать не по одному флакону, а программами, да, вот скажите, пожалуйста, какие программы, в каких городах, ну сейчас-таки я запишу, существуют, ну допустим, программы для водителей, да, есть такое, наборчик, программы для молодежи, ну, ага, хорошо, тогда смотрите, сейчас я вам эту идею вот даю, да, смотрите, вот приходит предприниматель, да, предприниматель, ну я здоров, я занимаюсь фитнесом, что мы ему предлагаем, Саша? Реликту. Что вы сказали сейчас? Пробую программу. Да, мы ему предлагаем программу для весны с Мэй, да, то есть ее надо разработать, конечно, туда входит Реликту, конечно, все то же самое, компонушка, компоносность, да, назвать очень важно, привязать к человеку, привязать к человеку, допустим, человек, мы узнали, что он парикмахер, классно, у нас для такой, для таких людей, в вашей профессии есть специально, вот, программа. Что у вас туда должно быть обязательно войти? Январис. Антиварис, да, все остальное только обязательно антиварис, потому что нагрузка на ноги. Угу. Вот такие вот вещи. Так, вот это очень важно. Теперь, по продукту еще у кого есть, что добавить? Вот, из того, что я сказала, вот возникли еще каких-то ассоциаций, чтобы вот сейчас включиться, добавить? Потому что я сказала. Или все так это же? Ну, еще. Значит, надо сесть для себя и проработать для каждого вида, потому что рано. Встретим на один, два душа. Понятно, по программам понятно. Коллеги, значит, смотрите, я понимаю, что сейчас эта работа в разных городах проведется, да? Ну, снова, в каждом... Чем хорошо вот это многообразие, да? У одного возникла идея, у другого возникла идея. Мы соединились, да, мы до этого не додумались. Классно, мы друг друга обогатили. Правильно? То есть эти программы... А, можно еще? Да, конечно. В принципе, у вас сейчас очень хорошие мысли алгоритмы. Мы делаем, вот у нас слава богатит, мы делаем акценты. Тоже, когда Чаевич приходит, у него мысли, как говорится, в разноголом, у него здесь я была, а здесь мы тоже даем формулировку, допустим, там, по-другому, чем-то, еще что-то, вот такие. Именно это уже идет по органу. Вот тоже. Хорошо, хорошо. Смотрите, да, сейчас немножко комментирую. Здесь смотрите, коллеги, замечательная вещь, что в этом вописе есть инструмент, именно вот это медицинское направление, да? Мы как предприниматели, нам это нужно организовать, чтобы у нас это было, да? Но нам не нужно туда спадать. Вот я о чем говорю, да? Как организаторы мы должны это организовать. Это наш инструмент. Консультация врача, вот курирование врача, диагностирование, тестирование – это наш инструмент работы в нашем бизнесе. Согласен? Еще даже больше напомню. Акцент делал на то, что мы не врачи, а рекомендация нашей родительской резидентом. То есть это уже откорректировано, попробовано. И мы как-то от себя. Вот, пожалуйста, возилуйтесь на это. Это вы готовы. И люди это воспринимают, потому что это кандидат, к институту, к институту, к институту, к институту. Это не мы. Простые там, ну, мы, как вы видите. Да, да, да. Алгоритм, ну, я просто сейчас не стала касаться заболеваний специально, да? Ну, мы просто сказали, что алгоритм, конечно, это наш шикарный инструмент, но у нас уже есть. Если мы ориентируемся на бизнес, у нас же новички, они, в общем-то, мало знают продукцию, которая приходит. Поэтому для них нужно один-два пакета, которые просто для ущупа клинья, для всех. И им будет проще работать. Шикарно, шикарно, шикарно. Вот эти наборы, когда мы начинали работать, у нас были рекомендации на четыре пакета. Это был, с чего мы начинаем? Продукцию не знали, да? Но мы продавали всем одно и то же. Это лоза, церебро, муриликту. Один пакет был, второй пакет четыре изума. И еще два, вот не помню, эти на память помню. Это пакеты для начинающих. А начинающих. То есть эти рекомендации тоже должны быть. Потому что сейчас мы слишком много уже знаем. Слишком много знаем. Мы начинаем грузить, конечно. Теперь смотрите, такой еще момент. Просто вот в завершении мне хочется, так сказать, снова момент ценастройки. Ну, чтобы представление о человеке, что делает наш продукт. Слово, через музыку. Мы знаем все названия меридианов. Сам момент энерго, вот эти потоки, и есть вот это название, меридианы. А знаете, как по-русски называются вот эти энергопотоки, энергоцентры и так далее? А есть у нас это название. И звучит они, вот эти меридианы, а у нас это звучит как струны жизни. В нашей ведической русской культуре это струны жизни. И в нашем же языке есть, да, вот я чуть расстанусь. Вот наша продукция, она помогает, знаете, вот как камертончик, поднастроиться. Вот она настолько созвучна современности, современному пониманию, вот новой эпохи, когда вот эти все потоки, да, мы же все эти слова говорим, вот там чуть-чуть поднастроился, и все, и человек уже, вот, снова звучащий инструмент. Причем тут же, снова могу сказать русское слово тонкость, да, тонкости, обратите внимание, тонкость. Как звучит ваша кость? Да? Трубчатая труба, трубчатая. Вот все, все это здесь. Поэтому, еще раз говорю, коллеги предприниматели, не наша задача лечить. Нам уже говорили, что если мы будем, каждый из нас будет лечить, то будем получать как тот, как доктора, как врачи, да, наша задача становиться крупными предпринимателями и расти таких же предпринимателей. Чего я вам всем желаю. Активных, дружных, мощных команд. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...